Всем привет из Киева, столицы Украины. С вами Виктор Николаевич Фурсов, старший наушный сотрудник Института зоологии Академии наук Украины, кандидат биологических наук. И сегодня я сижу в очень узнаваемом месте на Майдане Незалежности в центре Киева. Надеюсь, вы сразу это узнали. Это место за мной как раз отель Украина, рядом колонна с родиной наверху. И вообще это место таких различных свершений, перемен, изменений. Надежды, разочарований. И в то же время, вот видите, я профессиональный биолог, энтомолог, сижу здесь. И вообще-то говоря, вот видите, даже вот с этим интересным оборудованием. Надо сказать, что это энтомологический сачок, для тех, кто не знает. Ну, потому что мой канал называется Виктор Фурсов, Энтомологист Бикипер Тичер, энтомолог, пчеловод и учитель. И, кстати говоря, вот этот сачок используется по прямому назначению для того, чтобы ловить насекомых. Ловить насекомых. А сегодняшний рассказ как раз о тех насекомых, которых мы изучаем в нашем отделе систематики энтомофагов и биологических основ, и экологических основ биометода. В Институте зоологии имени Ивана Ивановича Шмальгаузена, Национальной академии наук Украины в Киеве. Кстати говоря, многие спрашивают, как бы поприменить вот на нашем фермерском хозяйстве, на садовом участке биологический метод борьбы. Это хорошее дело, потому что я как раз изучаю объект биологического метода борьбы. Это трихограмма. Трихограмма. Вот такой очень могущественный объект биометода, изучающийся более чем в 20 странах мира. Но у нас после распада Советского Союза, он немножко был забыт, но сейчас, сейчас, есть, остались лаборатории биологического метода в нескольких, правда, областях Украины, где разводят трихограмму для биологического метода борьбы против различных вредителей, а точнее говоря, против чешуекрылых, бабочек на сельскохозяйственных культурах. И, кстати говоря, в прошлом году у нас была интересная статья, вот в журнале про позиции, оставлю наш сачок, который мы ловим насекомых, вот в журнале про позиции, и наша статья совместно с коллегами, она у нас очень интересно называлась, потому что проблема применения трихограммы еще остается проблемой. И это очень важно. Трихограмма у нас называлась «Трихограмма биологическая защита растений или бизнес на грани аферы?» Она, правда, написана украинским языком. И это могу вам показать. И эта статья вызвала некий ажиотаж, некоторые обиды у специалистов биологического метода защиты растений, потому что здесь описаны как раз применения трихограммы для борьбы с кукурузным мотыльком на кукурузе. И это очень важно. А почему на меже аферы, на границе аферы? А потому что часто применяют вот трихограмму, не зная, что применяют, потому что трихограмма – это маленький объект, для тех, кто не слышал, первый раз слышит. Вот я ее посадил сюда в пробирочке. Сейчас я расскажу как раз про нее, откуда она берется. Для начала я покажу ее вот в статье более крупным планом, потому что трихограмма – очень мелкий объект. Это мелкое паразитическое насекомое, всего лишь 0,5 мм. 0,5 мм. Полумиллиметра. Вот такая маленькая трихограмма. Сейчас мы ее покажем. Вот она похожа чем-то на пчелу, потому что это паразитическое перепончато-крылое, тот же самый отряд перепончато-крылое. И вот заражает трихограмма яйца, чешуи крылых, бабочек. Иногда на большом яйце могут развиваться несколько экземпляров, на маленьких развивается один экземпляр. И вот эту трихограмму ее разводят на биологических фабриках. Разводят, разводят на яйцах или мельничной огневки, или зерновой моли. Потом собирают. И специально здесь у меня есть тоже фотография. Вот она заражает, например, яйца совок, черные яйца совок. Вот так она выглядит под микроскопом на препарате. И когда трихограмма вырастает внутри этих яиц, перед ее вылетом яйца этих бабочек, зерновой моли в основном, распределяют где-то на агроугодиях. Например, против кукурузного мотылька на кукурузе. Кукурузный мотылек острение нубелялис по латыни. Опасный вредитель. И вызывает пожелтение листьев, опадение стеблей, повреждение початков. Опасный вредитель. Но кого же нужно выпускать против этого вредителя? Вот трихограмму выпускают как раз внутри яиц на эту культуру. Однако бывает так, что специалисты, выпускающие трихограмму, те, которые купили в биолаборатории, они не всегда знают, что же они выпускают. А почему они не знают? Ну, потому что для того, чтобы знать, нужно определить, что это за насекомое. Вот это вот маленькое, маленькое здесь. Вот это не мушка, это паразитическое перепончатое крылое. Трихограмма. Как я сказал, полмиллиметра всего она размером. Маленькая такая. Вы ее можете даже не заметить. Она как точечка. Как всего лишь маленькая крапка. Точечка в конце предложения здесь. Такая она маленькая. Чтобы ее рассмотреть, нужно ее изучить под микроскопом. Как минимум на увеличение 400 раз. Вот под сильным микроскопом посмотреть ее строение. Строение ее гениталий. Изучить специальную литературу. Сфотографировать. Чтобы определить вид трихограммы. Потому что, оказывается, на разных культурах, на разных вредителях, живет разная трихограмма. Разные наездники. А почему это важно? А вот потому что, например, на вот таких крупных яйцах совок будет жить один вид трихограммы. А на маленьких, вот таких вот здесь вот яйца, например, зерновой моли, тут будет жить другой вид трихограммы. Имеется такая трофическая приуроченность к хозяину, которого заражает трихограмма. И оказывается, на кукурузе живет та трихограмма, которая более приспособлена к этому хозяину. Это трихограмма Evanescence. Это доказано в лабораторном исследовании. А часто у нас по старинке разводят в биолаборатории трихограмму Pintae. Это вот такое латинское название. Трихограмма, вот это, имеет свое латинское название. И под микроскопом, изучая ее, делая вот препарат, который на стекле. Вот так вот получается под препаратом трихограмма. Здесь самочка, смотрит специально самцов. Еще больше увеличений, еще больше увеличений. И определяют вид трихограммы. Какой выпускается как раз на ту или иную культуру. Если выпускать Pintae, эффект будет ниже. Например, против кукурузного мотылька. Если выпускать Evanescence, эффект будет выше. Вам интересно, какой выпускать? Вам хотелось бы выпустить тот объект, который был бы более эффективен. понятный перец. Но для этого нужно определить. Для этого нужно знать, какой это вид трихограммы. Что для этого нужно? В общем-то, для этого проводится анализ трихограммы. Анализ специальной лаборатории при помощи микроскопа. И для этого, например, такой анализ провожу я в нашем институте зоологии. Для этого я беру... Мне можно прислать, например, я беру вот такие вот пробы. Мне присылают пробы вот в таких пакетиках. Это самое только что как раз мне прислали новой почтой. Шесть вот таких пакетиков из одной области. Не буду говорить, из какой. Видите, шесть таких пакетиков. Вот так их пронумеровали. Желательно еще написать здесь более точную этикетку. Вот здесь внутри находятся яйца зерновой моли, зараженные трихограммой. И если вы хотите узнать, какой вид трихограммы внутри, вот можете прислать такую пробу на анализ. И я вам проведу экспертное заключение о видовом составе трихограммы. Я их специально потом рассаживаю вот так по пробирочкам, потому что иначе они из таких пакетиков убегут. Трихограмма вылупляется. Мы потом покажем отдельным видео, мы как проводим анализ в лаборатории при помощи микроскопа. Сделаем препараты специальные на стекле. Сначала ее делаем специальный препарат в ветком щелочи, потом обрабатываем специальным маслом, гвоздичным маслом, потом канатким бальзамом, а потом делаем стеклянные препаратики. Их под стеклышком уже смотрим под микроскопом. Это отдельно покажем. Но если вы хотите узнать, что это за вид у вас, вы, например, можете или продавать трихограмму, или наоборот, купить трихограмму в таких пакетиках на свой участок или на свое фермерское хозяйство. Оно у вас может быть не маленькое, может быть, тысяча гектар, может быть, десять тысяч гектар, может быть, вы даже перепродаете это куда-то. Ваш бизнес, это не мое дело. Мне интересно, я могу вам провести качественную экспертизу, анализ того, что находится вот в этих пакетиках, какой вид трихограммы здесь находится. Потому что от вида, как я сказал, зависит его эффективность. Потому что недостаточно знать просто, что это трихограмма. Надо посмотреть под микроскопом и определить вот эту трихограмму под микроскопом какой это вид. И, соответственно, можно еще провести анализ полового индекса. сколько имеется самочек, сколько имеется самцов. Это тоже важно. Выпускается больше самок, больше эффективно. То есть, если соотношение, например, 15 самцов и одна самка, самцы не заражают никаких вредителей, от них практически бесполезно. И это тоже очень важно. Это тот качественный анализ мы тоже можем провести в биолаборатории у нас в Институте зоологии. Так что, если вам интересно узнать, какой вид трихограммы вы купили или какой вы вид трихограммы разводите у себя в лаборатории и кому-то его распространяете, продаете, делаете свой бизнес, добро пожаловать к сотрудничеству с нами. Пишите по электронной почте, звоните. У меня открыта электронная почта, можно поговорить по скайпу и можно прислать вот такие вот пробы. буквально новой почтой приходит за один день. Мы вам определим по договору, что здесь за вид и дадим вам рекомендации. Выпишем специальный сертификат качества и экспертную оценку видового состава трихограммы. Так что, пожалуйста, будем сотрудничать. Присылайте трихограмму, будем работать. Спасибо за внимание. Присылайте ваши пробы. С вами был Виктор Фурцев. Энтомолог, пчеловод, учитель. На канале увидите другие мои видео, ознакомитесь с различными объектами, а трихограмму присылайте определим мобиль. Так что, пока-пока. Пока.